За ситуацией на руднике сегодня наблюдает уже вся Россия, особо ее переживают шахтеры из других рудников и других компаний. Нерюнгринские коллеги пострадавших сегодня выразили свои слова поддержки мирненцам, подробнее об этом расскажут наши корреспонденты. Профессия шахтера относится к числу самых опасных. Она требует выносливости и психологической готовности работника, ведь это труд в тяжелых условиях. Задача шахтеров – добыча полезных ископаемых, при которой они должны соблюдать все технологические указания и меры безопасности. В шахтах, возможно, непредвиденные случаи и работникам не обойтись без умения грамотно действовать в экстремальной ситуации и быстро принимать решения. В шахте никогда нельзя терять бедительность. Всегда надо думать о какой-то опасности. И, ну, в основном мы идем в шахту с надеждой, допустим, с хорошими мыслями. Каждый раз заступая на смену, шахтер вспоминает все правила безопасности. Терпеливо и дисциплинированно он готов совершать сложную монотонную работу. Но главное, перед входом в шахту каждый верит, что обязательно вернется назад. Многие вспоминают своих родных, как оберег, и Варвару, особую святую, которую почитают христиане всего мира, как покровительницу и защитницу трудящихся под землей шахтеров. Ну, молюсь перед сменой, после смены, обязательно. Вот ношу с собой вот такую вот штучку. Вот. Покровительница шахтеров. Недавняя трагедия, произошедшая на Алмазном Руднике в городе Мирный, в очередной раз доказывает опасность профессии шахтер. Жители угольных регионов всегда с особой болью воспринимают несчастье на шахтах. Нерюнгринские коллеги передали свои сопереживания и слова поддержки родным и близким шахтеров. И выразили надежду на успешное завершение поисково-спасательной операции. Хотелось бы, чтобы такого не было. Но, чтобы не повторялось, нужно какие-то меры предпринимать. Пусть держатся, крепятся. Мирный, мы за тобой! Екатерина Павлова, Аял Амосов, НВК Саха, Нерюнгре. Продолжение следует...